Девочка-пай 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 Сейчас будет небольшой вырок англоязычный, пожалуйста, Алла Петри. Приветствую, Lord Byron, George Gordon Byron, один из самых больших поэтов из всех типов и из всех стран. Я уверен, что поэтовка должна быть получена. Поэтовка должна быть получена, и поэтовка должна быть получена. Мой мужик читает мне поэтовку поэтовки Александр Сергеевич Кушкин, и поэтовку, и поэтовку, и поэтовку, и поэтовку, и поэтовку. Он пытался читать его поэтовку, как лалаби. Это почему George Gordon Byron, his life was very short, как Левмонтовс. Вы знаете, Левмонтовс, мой коллег, мой коллег, mentioned Левмонтовс. Я расскажу вам о тем временном времени. Short lifespan. Причь еще? Что еще еще случилось? Они были в один неделе, но немного днём. Они были в романтик-магонке, романтик, романтический, И они были партнельно-скоттические, это очень важно. Нет, я не Байрон, я другой. Но есть много коммуникаций. Он из русского сетя. Нет, я не Байрон. Нет, я не Байрон. Я еще другая выбора для святого сетя. Как он, я преступил, но только из русского сетя. Я впервые начну и закончу войну. И я не победу в будущем. Как в океанах, в океанах, в океанах. Оно, но и в океанах, в океанах. Мы сегодня прошли творческие пути блог великолепных поэтов, которые составили основу предмета зарубежной литературы против половины до XIX столетия. Что же такого и Вайрон, и Лермонтов оставили в наследство? Мы сегодня читали прекрасные стихи, и интимные, и пейзажные литературы, которые не чувствовали свободолюбие, дышат в каждой строке их произведений. И все-таки главное их творчество, наверное, как и в жизни каждого человека, это ощущение сопричастности к судьбе своей страны. Михаил Юрьевич Лермонтов, родина, Люблю отчизну я, сусанную любовью, Не победит ее рассудок мой, Не слава, купленная кровью, Не полный гордого доверия покоит, Не темные старинные заветные предания, Не шевелят вам не отраданного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам, Ее степей холодное молчание, Ее лесок безбрежных колыханий, Разливы реки ее подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, И беззором медленным пронзая ночи тень, Свечая по сторонам, вздыхая от отчленей, Дрожащие огни печальных деревень. Люблю на восполетной жнивы, Слепи ночующий обоз, И на холме стричь желтой нивы, В щиту белеющих берез. Со странами многие незнакомы, Я вижу полное кунно, Избу, попередусь соломой, С резными камнями окно, И праздник вечером расистым, Смотреть до полночи готов, На пляску стопанем и свистом, Подоговор мятых мужичков. Мы для каждого человека Своего значения сложны. По-моему, мы в таких ситуациях, Что мы не участвуем в жизни, Нам всегда приходится сравниваться С поэзией, с вынимать ее, Чувствовать и не переживать. Мы для каждого имеем свое значение, Родины, кислоумные люди, Ирония, романтизм, Ирония, ирония, ирония. Родины, ирония, ирония. Это все мы для каждого. На написании цели, Картель, на логике он пишет, Романтова, Берея, Булан, Заним, Нови. И я поняла, Неверси, Мне тоже с подобными системами. И я очень люблю манифат. Я люблю манифат, Это фантазия. Уявляю себе всю картину, завершившись за мной. Индигованные уроки, особенно из-за обеих литературы, это уроки будущего. Не можно поделить только на изучение критической литературы, которая вмещена в чудовом нашему подручнику, но не слышать оригинальной языке. Поэтому, если дети умеют говорить украинской языке, умеют цитировать русскую, английскую, французскую, немецкую и так далее, то это и будет идеальный урок для твоей литературы. А если еще и додать творческие работы ученики, милюки, к художнику творческих. А сегодня мне особенно понравились романсы, которые спевали без музыческого сопровода. Девчатки-миназистки, интеллигентные, панянки 21-го столетия, то это, может быть, и тот идеал, до которого нужно идти. Я бесконечно счастлива работать в тандеме с Марией Георгиевной. Уже не один урок мы проводили вместе по творчеству Роберта Бердса, а также Чарльза Диккенса, Оливера. И вот сегодня шикарный абсолютно материал лорд Байрон и Лермонтов. И счастлива я от того, что дети приобщаются вот так тихонько, шаг за шагом к поэзии. Они ее учатся от нас, слава Богу, может быть, от родителей своих. Они учатся слушать поэзию, слышать ее, произносить ее, говорить. Сегодня звучала действительно поэзия и Лермонтова, и Байрона, в том числе, переводы на украинском, на русском, на английском языке. Это прекрасно. Это ведет к единению всех-всех наций и культур, всех культур. Вот это абсолютно правильно. И это, конечно, великолепно. В такое трудное, тяжелое время, когда теряются, потихонечку теряются, а может быть, иногда они потихонечку морали. Наши ценности как-то непонятно некоторым, что есть истина, что есть ценность. Вот тогда, когда такой урок, урок, уроки, это прекрасно. Это жизнь, это поэзия. Слава Господи! Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне, прошло по ничуть. Я ищу свободы и такое, я бы хотел, забыться и заснуть. Я бы хотел, забыться и заснуть. Но не тем холодным, что могилы, там же вам на веки так заснуть. Чтоб дыша, вздымалась тихо. Чтоб дыша, вздымалась тихо.